Всем привет, в этом видео я расскажу как организовать удаленную работу, а именно, как вести дистанционное обучение, конференцию или видео встречи в программе Zoom. Видео-чаты становятся все более популярными, поскольку в ходе обучения мы не только можем видеть одного из нескольких собеседников, но и продемонстрировать что-либо, быстро отреагировать на возникшую ситуацию и т.д. Если вам нужно организовать видеосвязь с большим количеством пользователей, хочу обратить ваше внимание на конференц-платформу Zoom. Zoom – это сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч. Организовать встречу может любой, создавший учетную запись. Бесплатная учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут. Zoom отлично подходит для групповых и индивидуальных занятий. Студенты могут заходить как с компьютера, так и с планшета и телефона. К видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющую ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа. Преимущества сервиса – сервис обладает отличной связью, вы получаете видео и аудио связь с каждым участником. А у организатора есть возможность выключать и включать микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение видео у всех участников. Демонстрацию экрана можно поставить на паузу, более того, можно делиться не всем экраном, а только отдельными приложениями, например, включить демонстрацию браузера. В настройках можно дать всем участникам возможность делиться экранами. К платформу встроена интерактивная доска и вы легко и быстро сможете переключаться с демонстрацией экрана на доску. Здесь есть чат, в котором можно писать сообщения, передавать файлы всем или выбрать одного студента. Чат можно настроить на автоматическое сохранение или сохранять вручную при каждой конференции. Также здесь есть возможность записи урока, как на компьютер, так и на облако. Удобно, что можно настроить автовключение записи, а также ставить ее на паузу. Во время конференции можно назначить сорганизатора, у которого будут такие же возможности, как и у организатора. Включать и выключать микрофон у отдельных студентов, переименовывать и делить на комнаты. Для ее использования вам нужно будет загрузить и установить программу на ваш компьютер или телефон. Ссылки на программу я оставлю под видео. После загрузки на компьютере найдите загрузочный файл в разделе загрузки и запустите его для установки программ. В случае телефона, после того, как вы нажали кнопку загрузить, программа загружается и появляется кнопка открыть, после окончания процесса. В обоих случаях после загрузки на рабочем столе появится значок программы. Нажмите на этот значок, после чего появится окно, в котором будет предложено войти в систему. Выбираем регистрацию и вводим свой адрес электронной почты. После регистрации вам на электронную почту придет письмо от системы для подтверждения учетной записи. Перейдите в свой почтовый ящик и найдите его. Как только вы подтвердите регистрацию, автоматически откроется окно активации учетной записи, где вы сможете установить свой пароль. Дальше вам будет предложено пригласить друзей. Вы можете пропустить этот шаг, как и следующий с предложением начать первую конференцию. На этой странице с предложением начать первую конференцию будет находиться десятизначный код. Запомните его, это постоянный код зала персональных конференций, который с этого момента закреплен за вами. В будущем вы можете организовать временные залы для разговоров, а можете использовать свой постоянный зал. Чтобы начать конференцию запустите программу. В меню программы нажмите начать с видео или начать без видео. Если вы захотите изменить параметры конференции зала, то можете нажать на кнопку настройки на панели входа вверху справа с иконкой в виде шестеренки. Как только вы нажали начать, программа открывает вам экран зала и меню. Когда вы войдете, то перед вами раскроется рабочая панель сервиса. Вы увидите всех, кто на данный момент находится на конференции. И внизу экрана панель управления. Кнопка включить звук. С помощью этой кнопки вы можете включать и выключать свой микрофон. Если кто-то говорит в эфире, остальные участники выключают микрофон. Это связано с тем, что даже если вы молчите, то кликание мышкой, любые шумы в вашем помещении и так далее слышны всем участникам. Чем больше участников, тем больше может быть фоновый шум. Ваш микрофон имеет право выключать и включать организатор конференции. Рядом с этой кнопкой находится галочка направленная вверх. При ее нажатии выпадает меню, где вы можете настроить ваш микрофон. Вторая кнопка остановить видео. Кнопка аналогичная предыдущей. С сил помощью можно включать и выключать свою камеру. Но есть отличие. Организатор может выключить вашу камеру, но не может ее включить. Когда он решит подключить вас снова к разговору и включит вашу камеру, к вам придет запрос для разрешения. Демонстрация экрана. Эту функцию можно будет использовать либо если вы сами организовали конференцию, либо с разрешения организатора. Она позволяет переключиться и показывать всем участникам экран своего компьютера или гаджета. Презентации, документы и т.д. Это бывает необходимо во время совещания или интерактивного обучения. Как только включается экран, появляется дополнительное меню, которое позволит вам рисовать, вставить стрелочки, двигать мышкой и т.д. Кнопка чата. Эта кнопка позволяет открыть окно чата и писать там во время сеанса. Функция полезна, если вы пока не участвуете в активной дискуссии и ваше видео не выведено на экран, а задать вопрос хочется. Кнопка завершить конференцию. С помощью этой кнопки вы можете покинуть конференцию, разговор, обучение или совещание. Если вы организатор, то можете просто покинуть конференц-зал, да возможно и другим еще пообщаться некоторой время. А можете закрыть конференцию для всех. Добавить участникам на конференцию можно несколькими способами. Через контакты и через кнопку пригласить после начала конференции. После того, как вы нажали на кнопку пригласить, у вас откроется следующее окно. Здесь представлены способы отправки приглашения. Воспользоваться электронной почтой, копировать URL или копировать приглашение. Каждой конференции присваивается номер. При регистрации вам присваивается неизменный личный номер зала персональных конференций. Вы можете пользоваться для общения со знакомыми людьми на постоянной основе. Если вы открываете конференцию с незнакомыми людьми или на один раз, то залу каждый раз присваивается новый номер, который действует до окончания конференции. Именно он отсылается людям приглашений, если вы их пригласили в уже начавшуюся конференцию. Этот номер не надо копировать, он автоматически вставляется в приглашение. Во время демонстрации экрана есть инструмент комментировать. То есть можно рисовать, выделять, стирать и т.д. Это может делать как учитель, так и студенты. В настройках можно выключить данную функцию у студентов. Возможность передачи управления своей мышью и клавиатурой. Минус платформы в том, что студенты могут только рисовать на виртуальной доске. Невозможно ничего передвигать. Но преподаватель может включить демонстрацию своего экрана и передать управление своей мышью. То есть студент со своей стороны будет двигать мышью преподавателя и делать все, что требуется на его компьютере. А также можно передавать управление клавиатурой. Как вы успели заметить, программа обладает неплохим функционалом, который поможет вам наладить дистанционную работу. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.